Друзья, всем привет! В этом видео я вам хочу показать, как сшить клиния новогодней юбки. Выкройку можно найти в описании под видео. Давайте начнем. Для пошива одного клина юбки нам понадобятся вот такие детали. Теперь берем деталь номер один и на изнаночной стороне, вот в этом углу, нам нужно будет сделать отметки пересечения наших припусков. И на квадрате, тоже в одном из углов, нужно найти точку пересечения припусков. После того, как мы это сделали, берем деталь номер один и детали номер два, то есть два треугольника. Они у нас будут располагаться таким образом. Складываем лицом к лицу. Теперь нам нужно проложить строчку вот от этой точки пересечения до конца. Вот у этой точки нужно будет сделать закрепку. Шить я буду, начиная от нашей отметки. Опускаю иглу машины, делаю несколько стежков вперед и несколько стежков назад. И смотрите, чтобы последний стежок попадал именно в точку пересечения. Все, вот так должно получиться. Теперь берем вторую деталь нашу, она у нас должна располагаться таким вот образом. Складываем лицом к лицу. Пришитый треугольник мы немножечко отгибаем в нашем месте припуска. Совмещаем наши детали друг с другом. Чтобы детали у нас не разъехались, можно сколоть. И я буду прокладывать строчку, начиная с конца, а заканчивать в точке пересечения наших припусков. Также делаю закрепку. Вот так должно получиться. То есть у вас вот в этом месте должны заканчиваться строчки. И вот эта вот часть, она у вас должна быть не прошита. Теперь берем наш квадрат. Отгибаем припуск одного из треугольников. И совмещаем наш квадрат со вторым нашим треугольником. С углом нашего второго треугольника. Вот таким вот образом. Под нашей длинной стороне. Прокладываем строчку от нашей отметки, делая закрепку, и до конца квадрата. И теперь нам нужно снова развернуть наше шитье. Теперь мы вторую сторону нашего квадрата совмещаем со стороной второго треугольника. Отгибая наши вот эти припуски. Соединили и снова фиксируем булавкой, чтобы у нас они не сместились во время шитья. И снова прокладываем строчку. Можно начать с этой стороны, а можно с другой стороны. Мне нравится вот с этой стороны начинать шитье, потому что я вижу, где у меня закончилась предыдущая строчка. Соответственно, я опускаю иголку в место, где закончилась эта строчка. Делаю несколько стежков вперед, затем назад, делая закрепку тем самым, и потом продолжаю шить до конца. Вот так у вас должно получиться. Все швы у нас начинаются с одной вот этой точки. Если вы все сделали правильно, у вас должно получиться таким образом. Припуски мы будем, которые у нас идут у квадрата, заутюживать на сторону треугольников. А припуски треугольников мы один припуск заутюживаем на зеленую деталь, а второй на наш желтый треугольник. Тем самым у нас получается такая мельница. И вот этот вот угол у квадрата спокойно закрывает наши припуски. Все, если вы все сделали правильно, так должно быть. Теперь берем и отрезаем вот эти вот хвостики. Далее нам потребуются наши полоски и наши квадраты. Они будут располагаться вот таким образом. К одной из полосок нам нужно будет пришить наши квадраты. Скалываем булавками. И прокладываем строчку на ширине припуска. Припуски я заутюжила на сторону наших полосок. И теперь берем нашу полоску, которая идет без квадрата. Обычная полоска. Прикладываем к одной из сторон нашего квадрата. Я здесь лишнее сейчас обрежу. И прокладываем строчку. Вот так вот. Припуск мы заутюживаем на сторону полоски. Теперь берем полоску с квадратом этого же цвета. Совмещаем наши припуски. Они у вас должны быть направлены в разные стороны, чтобы было все легко совместить. Скалываем. Во время скалывания мы придерживаем наши припуски, чтобы они не сместились. И скалываем с двух сторон от нашего припуска. И прокладываем строчку на ширине припуска. Припуск снова заутюживаем на сторону полоски. Таким образом мы пришиваем каждую нашу полоску. Обратите внимание, если у вас полоски на ткани есть какой-то характерный рисунок, то не забывайте соблюдать этот рисунок. Такой вот клин у вас должен получиться. Припуски все заутюжены на сторону полосок. Теперь нам нужно отрезать лишнее. Ориентируясь на наш край клина, беру линейку, и я смотрю, чтобы у меня вот в этом месте вот этот перпендикуляр вот здесь был равен нашему припуску. То есть вот от этой точки до нашей стороны именно перпендикуляр должен идти 0,7 см. Ориентируясь и отрезаю лишнее. То же самое делаю с другой стороны. Все, вот такие клинья у нас должны получиться. Их должно быть 8 штук. Продолжение следует...